Калининским международным следственным отделом регионального СК проводится доследственная проверка по факту гибели двух человек, тела которых обнаружены при тушении пожара в частном доме СНТ Светлой. На месте происшествия работали следователи Калининского следственного отдела и криминалист СК. Назначено проведение пожарно-технической и медицинских экспертиз. По статистике, подавляющее большинство пожаров происходит именно в жилом секторе, в частных домах, особенно в домах старой постройки. Соблюдайте меры безопасности. Сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков в Конаково задержали 36-летнего мужчину и 41-летнюю женщину по подозрению в незаконном избытии наркотиков. Фигуранты сделали закладку возле одного из домов города. У одного из фигурантов обнаружено шесть сверков, в которых находились героин и метадон. Все это планировалось положить в закладки. По месту жительства подозреваемых обнаружены 107 аналогичных свертков. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения фигурантов под стражу. Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы. Сотрудники СОБР «Волк» и ОМОН «БАРС» Управления Росгвардии по Тверской области прошли испытания на правоношение официального геральдического знака – знака отличия отрядов территориального органа Росгвардии. Испытания проходили по двум направлениям – физической и огневой подготовки. Нагрузка нешуточная. Вот нормативы по физической подготовке. За 12 минут спецназовцы выполнили 20 подтягиваний, жим штанги свой вес 10 раз, становую тягу свой вес плюс 20 килограмм 10 раз, специальное комбинированное упражнение 70 раз и бег 400 метров. Напомним, все это за 12 минут. Проверка навыков по огневой подготовке включала в себя выполнение нормативов из пистолета по неподвижной цели после передвижения и автомата из-за укрытия со сменой удержания оружия и уровня изготовки. Испытания проводятся один раз в год и являются комплексным экзаменом для сотрудников спецназа. В ходе испытания проверяются морально-волевые качества, физическая и психологическая готовность к выполнению служебно-боевых задач в различной оперативной обстановке, умение вести меткую и скоростную стрельбу. Ношение знака отличия – это показатель, характеризующий профессиональный уровень сотрудника. Но, увы, не всем по результатам экзамена дается это право. Субтитры создавал DimaTorzok